Здравствуйте! В эфире телеканала ЖЦУ Новости. В студии Айнур Мирханова сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Быть на чеку. 5 тысяч коек готовы на случай второй волны коронавирусной инфекции. Учимся по-новому. Школы Алматинской области готовятся к предстоящему учебному сезону. Прозрачно, доступно, оперативно. Девятый сервисный Акимат открылся в Алматинской области. Послезавтра казахстанцы отметят День Конституции. 30 августа 1995 года стало значимым для всей страны. Принятый тогда закон определил волю народа, выбрав демократического, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Сегодня, в канун этого праздника, Акималматинской области за вклад, внесенный в развитие региона, наградил отличившихся граждан юбилейной медалью 25 лет Конституции Казахстана. Ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции, традиционно открылось одним из главных символов страны – гимном. Затем Акимобласти Амандык Баталов обратился с поздравительной речью к приглашенным, среди которых почетные граждане области, руководители государственных учреждений, представители творческой научной интеллигенции, общественных объединений. Конституция – основной закон независимого Казахстана. Сегодня каждый житель ощущает на себе огромные достижения Казахстана и испытывает чувство гордости. Молодое поколение уверенно смотрит в будущее. Всё это стало возможным благодаря выверенному курсу первого президента Ельбаса, главы государства и строгому следованию основным положениям, прописанным в нашей Конституции. Так пусть цветёт и процветает наш Казахстан, а вместе с ним и благодатный край Житсу. В Алматинской области, как и во всей стране, успешно реализуются индустриально-инновационные проекты, развивается сельское хозяйство, открываются новые производства и создаются новые рабочие места. Как отметил глава региона, это результат общих усилий государства и народа. За большой вклад в становление и развитие конституционных основ страны, в этом году юбилейной медалью «25 лет Конституции Казахстана» награждены более 650 человек. Сегодня в торжественной обстановке из рук Акима области её получили председатель Совета ветеранов Ермек Келемсиид, главный инженер Карабулак Жулу Сергей Ануфриев, мастер ТО Талдыкурган Куркейту, Мухтар Айтибаев и другие. «Сегодня вот в честь праздника получил такую высокую награду. Спасибо огромное, что без внимания не оставляет ратный труд работников среднего звена, таких как я, который работает обычным мастером. Это моя первая награда и мне очень приятно». К юбилею основного закона приурочил Аким области присвоение звания почётный гражданин Алматинской области. Как отметил первый руководитель, ежегодно этой чести удостаиваются лишь 10 самых заслуженных людей. И отрадно, что в канун праздника в список вошли сразу три представителя сферы культуры. И все они сотрудники театра имени Бекен Римовой. «В этом году в стране происходит очень много значимых событий. 1150-летие Аль-Фараби, 175-летие Абая. Приурочив к этим датам мы подготовили спектакли. Большой и особенный праздник для каждого казахстанца – День Конституции. В этом году ей 25 лет. Тоже юбилейная дата. Особенно этот год и для нашего театра. Нам 45 лет. Поэтому получить награду в такой знаковый год особенно приятно. Надеюсь, уже очень скоро наш театр снова распахнёт свои двери зрителям». Для деятелей культуры, чей праздник из-за пандемии внёсший свои коррективы остался без внимания, этот день ознаменовался двойным событием. Во дворце культуры Талдукургана ценные призы, нагрудные знаки «Отличник культуры» и благодарственные письма Акима области, приглашённым вручил заместитель Акима области Рустам Али. Награждение прошло в пяти номинациях. Главную награду завоевал лучший музей «Анага-Курмет» в Карасайском районе. Весомую премию получил лучший народный театр села Мукры Коксуского района. Лучшим народным коллективом признан вокальный ансамбль «Сударушка» из города Капшагай. Хочу выразить глубокую благодарность за оценку нашего труда. И всех с праздником, несмотря на наше сейчас такое время трудное. Всем здоровья, всем здоровья, счастья. И будем работать дальше. 5 тысяч коек готовы на случай второй волны коронавирусной инфекции. 10 больниц оснащены кислородными станциями и жизненно важный газ подведён в каждой палате. Однако, по мнению Акима области, ещё предостаточно вопросов, поскольку мелочей быть не должно. Главное – минимизировать распространение вируса. И прежде всего, свести к нулю смертность. Потому в процессе рабочего совещания о ходе противоэпидемиологических мероприятий рассмотрены все детали, как технического оснащения, формирования кадрового потенциала, так и создания условий для медперсонала и вероятных пациентов. Нас Гульбошан продолжит. Статистика заболеваемости снижается. Звонки в скорую сократились с 980 в пиковый период до 216. Однако эксперты, в том числе Всемирные организации здравоохранения, предупреждают о новой волне пандемии. И к ней мы должны быть готовы. По Алматинской области основными определены областная многопрофильная больница и многопрофильная больница Талдыкургана. В целом же в регионе на случай второй волны отводятся 5000 коек. 1200 из них с точками доступа кислорода. Это 40% обеспеченности. К сведению, по нормативам Минздрава, обеспеченность кислородом должна быть не менее 20%. Сейчас я говорю про подготовку ко второй волне пандемии. Два реанимационных отделения, мощных, и плюс все палаты. Но во все палаты, как в реанимации, не сделать, правильно? Но туда надо подвезти каждую палату, где будете ковид лечить, туда надо подвезти кислород и вот этот монеток. И плюс еще к нам добавится вот эта быстровозводимая инфекционная больница. Она будет готова уже в самое ближайшее время. Новая модульная инфекционная больница на 200 коек, из которых 20 реанимационные, откроются уже в начале октября. 452 ставки только персонала. Кадровый состав формируется сейчас. Как доложил руководитель управления здравоохранения Омар Захнеязбеков, дефицит специалистов имеет место, но решить его можно поэтапно. На данный момент на открытии нам ровно 66 врачей не нужны. Нам достаточно будет 25-26 врачей. Потом дополнительно уже мы будем доукомплектовывать их. У нас договоренность есть с Казахстанской российским медуниверситетом. Вчера проректор приезжала с деканом. Они открывают здесь у нас базу свою, и они будут базироваться здесь. Реаниматологов дают, инфекционистов дают, терапевтов, шер-гинекологов и хирургов. Решается и вопрос обеспечения специалистов нового лечебного учреждения жильём. Временно, но им будут предоставлены комнаты в общежитии медицинского колледжа. Поскольку первое время занятия будут вестись дистанционно, то свободных помещений много. Для больниц в районах закуплено 12 передвижных медицинских комплексов. Практически это поликлиники на колёсах. 18 рентгенаппаратов. 13 компьютерных томографов используются в диагностике на сегодня. Ещё три будет закуплено в ближайшие дни. Для искусственной вентиляции лёгких есть 288 аппаратов. 388 ожидают подвоза. Для оказания оперативной помощи экстренным пациентам имеются 634 концентратора. Ещё 310 в пути. Для удобства и повышения оперативности в лечении пациентов больницы условно разделены на категории. По подготовке медорганизации, задействованные в борьбе с ковидом, у нас по первой категории определено 10 медорганизаций, в том числе и вот эта новая модульная инфекционная больница. На 1500 коек. Если у нас раньше по КВИ было 520 коек, это инфекционные койко-места, то в этом первой категории мы довели до 1500. Второй категории будет 19 медорганизаций, 2780 коек. И по вашему поручению ГЛАКОВИД-центра на базе Алматинской многопрофильной больницы, где там 350 коек, и Талдыгурганской многопрофильной больницы, 370 коек, всего к осенне-зимнему периоду будет развернут 5 тысяч коек. Мелочей в подготовке к возможной второй волне коронавируса быть не должно, отметил Акимобласти. Потому поручил разработать дополнительное предложение о закупе необходимых средств и препаратов, чтобы не допустить распространения вируса и упредить возможные потери. Нам главная задача – минимизировать это заражение. А самая главная наша задача – уметь лечить и уменьшить смертность. Как будет проводиться обучение? Что нового будет внедрено в учебный процесс и как пройдет 1 сентября в школах? На вопросы о подготовке к новому учебному году сегодня на площадке службы центральной коммуникации дал ответ и заместитель Акимобласти Рустам Али. Первая четверть пройдет дистанционно. Онлайн прозвенит и первый школьный звонок. Главной на сегодня остается задача подключения скоростного интернета в отдаленные населенные пункты и обеспечения детей современными компьютерами и ноутбуками. Как стало известно, 39 тысяч роутеров будет приобретено для учащихся Алматинской области. В нынешнем году ряды учащихся пополнились и 45 тысячами первоклассников. Будущие ученики смогут обучаться в дежурных классах с соблюдением строгих санитарных требований. Наполняемость группы не более 15 человек. По словам заместителя Акима, в регионе активными мерами решается и проблема трехсменного обучения, в том числе и по программе «Дорожная карта занятости». Сейчас в области насчитывается 760 школ. В 2021 году к их числу прибавится еще несколько десятков образовательных объектов. Все дети из малообеспеченных и многодетных семей в самое ближайшее время будут обеспечены гаджетами. Бюджетом поддержано. Республиканским 55 тысяч учеников, областным 20 тысяч учеников. Всего у нас необходимость в 91 тысяче экземпляре компьютеров. И мы планируем до середины сентября всех учащихся обеспечить необходимой материально-технической базой. В данном случае компьютеры, ноутбуки и планшеты. Также есть необходимость в доступном интернете. 742 населенных пункта. Из них в 19, к сожалению, интернет отсутствует. Поэтому руководством области было принято решение, совместно с республиканским бюджетом будет закуплено порядка 39 тысяч роутеров. На старте 115 дежурных классов создано в Волокольском районе к началу нового учебного сезона. В них будут обучаться более 1200 детей. Учеба в традиционном формате коснется исключительно первоклассников. Для остальных учеников занятия пройдут дистанционно. Насколько готова система образования района в период пандемии, выяснил Ануар Амингельдинов. Многодетная мать Гульшата Абжанова к первому сентября готовится основательно. Все трудности дистанционного обучения она знает не понаслышке. У неё сразу семь учеников, ещё малыш на руках. Для всех современных гаджетов не хватает. Да и учиться через смартфон не совсем удобно. На помощь пришёл Акимат. В преддверии нового учебного года многодетной семье подарили мощный компьютер. Это не первая помощь, которую нам оказывают. До этого нам помогли с приобретением школьной одежды. Затем дали наборы канцелярских товаров для детей. Теперь вот компьютер у нас есть. Для нас с мужем это большая помощь. Так как одной зарплаты супруга не хватает для того, чтобы всех обеспечить гаджетами. Большое спасибо всем тем, кто нам помогает. Очень приятно, что о многодетных семьях думают и заботятся. Всего перед началом учёбы компьютерами обеспечат более 2700 многодетных и малообеспеченных семей района. На сегодняшний день уже 90% из общего числа получили современные устройства. Предстоящий учебный сезон станет серьёзной проверкой на прочность не только для учеников, но и для учителей. Учить по-новому с учётом нынешних реалий учатся и педагоги. В течение всего лета наши учителя проходили онлайн-курсы по тому, как нужно работать с детьми во время дистанционного обучения. Сейчас они все у нас сертифицированные специалисты. Поэтому, думаю, с задачей, возложенной на них, они стопроцентно справятся. Помимо дистанционных занятий, наши учителя будут преподавать в четырёх дежурных классах. В нашей школе обучаться в традиционном формате будут 33 первоклассника. Перед началом учёбы с родителями и учителями проведена разъяснительная беседа о соблюдении норм санитарной безопасности в школе. Безопасность детей превыше всего. Строжайшее соблюдение санитарных норм – главная задача в новом учебном году. Для измерения температуры школы уже оснащены тепловизорами. На входе установлены дезинфицирующие тоннели. Все классы укомплектованы антисептиками и дисковриками. Чтобы дети соблюдали социальную дистанцию, везде расклеены разметки и памятки. Районным отделом образования на сегодня проверены все школы. В каждом учебном заведении имеются все необходимые средства защиты, информационный материал по соблюдению норм санитарной безопасности. Всего в Алакольском районе сформированы 115 дежурных классов. В них будут обучаться 1258 детей. Все это ученики первых классов. Традиционной линейки, впрочем, как и по всей стране, не будет и в школах Алакольского района. Первый звонок прозвенит онлайн. Для этого уже готова программа проведения классных часов. В период пандемии кто-то потерял работу, а у кого-то появилось свободное время изучить структуру создания и ведения собственного бизнеса. В результате из числа слушателей онлайн-курсов «Бизнес-Бастау» Палаты предпринимателей еще 13 человек твердо решили работать на себя. И даже выиграли гранты на старт своих бизнес-проектов. Один из слушателей курсов «Бизнес-Бастау» – житель поселка Утиген-Бадыр Асет Нуртаева. Своё дело молодой человек начал с фотосъемки. Сейчас в арсенале его малого предприятия, кроме этого, еще видеосъемка, полиграфические услуги широкого спектра, а теперь и предприятия общественного питания. Кухня, работавшая в период пандемии на доставку, пришлась многим по вкусу. Таким образом, он смог создать и дополнительные рабочие места для 20 своих сельчан. У Атамикена мы взяли кредит в 6 миллионов под 6% годовых. На эту сумму купили широкоформатный печатный аппарат. Работаем с его помощью. Даже в карантине, несмотря на уменьшение количества клиентов, смогли продолжить работу. Спасибо Атамикену за этот проект. Наша типография понемногу работала, но спрос на услуги сильно упал. Мы решили открыть кафе. Работаем уже три месяца, занимаемся доставкой на дом. Непосредственное соседство с мегаполисом Алматы влияет и на стремительный рост бизнес-потенциала Ильейского района. Учитывая высокий уровень демографии, в бюджетных структурах могут или хотят работать далеко не все. Так, с 2017 года твердую заинтересованность в развитии собственного дела проявили порядка 700 человек. Все они воспользовались программой «Бизнес Бастал». Около 100 наиболее интересных проектов выиграли гранты. Еще 200 – микрокредиты с льготной процентной ставкой. В текущем году завершили курсы и получили сертификаты – 13 человек. По их бизнес-проектам им предоставлены безвозмездные гранты. Сумма каждого – около 556 тысяч тенге. На данный момент слушателями онлайн-курса являются еще 120 человек. По окончанию обучающего процесса и они получат сертификаты, а, соответственно, смогут принять участие в конкурсе бизнес-проектов на дальнейшее финансирование. Рустам Араубаев, Курманжан Хасымжанова, Аманжоу Жункешев, Телеканал «ЖИЦУ». Прозрачный Акимат. Отныне доступнее для граждан стала и местная власть Алакольского района. Теперь не нужно бегать по инстанциям, чтобы получить справку от районного ЖКХ или социальных служб. Достаточно обратиться в сервисный Акимат, работа которого построена по принципу одного окна. Стоит отметить, что это уже девятый по счету сервисный центр, открытый в районах области. Оценить мобильность и доступность получения госуслуг уже смог мой коллега Ануар Амангельдинов. Для молодой мамы Айзады каждая минута на счету. Стирка, уборка, огород, обед для большой семьи, еще и маленький ребенок на руках. Выкроить время в такой каждодневной суете непросто, а сына на очередь в детский сад ставить надо. Женщина уже настроилась выстоять немалую очередь в местном районе и походить по кабинетам в Акимате. Но работа нового сервисного центра ее приятно удивила. Для получения всех необходимых справок Айзада затратила всего несколько минут. Хорошо, что у нас в Волокольском районе появился сервисный Акимат. Я лично ощутила плюсы его работы. Пришла сюда, чтобы поставить ребенка в очередь в детский сад. Меня быстро проконсультировали и оказали необходимую услугу. На все ушло около пяти-шести минут. Очень быстро, просто и удобно. Хотелось бы отметить, что здесь хорошо подобранный персонал. Все сотрудники приветливы и доброжелательны. В сервисном Акимате расположились представители самых востребованных госорганов. Сразу свыше 50 услуг могут получить местные жители по принципу одного окна. Львиная их доля, а это 80%, осуществляется в электронном формате. В сервисном Акимате работают представители пяти государственных органов. Это сотрудники отдела образования, центра занятости, ЖКХ, аппарата Акима города Ушарау, представители строительства и архитектуры. Помимо этого, имеется уголок самообслуживания, подключенный к порталу ЕГОВ. Всего здесь услуги оказывают 7 человек. Вся наша работа проводится в открытом формате. Поэтому здесь вся деятельность осуществляется прозрачно и оперативно. Надеюсь, граждане всецело ощутят улучшение в сфере оказания государственных услуг. Работа сервисного центра выстроена с учетом новых реалий времени. Особое внимание не только к комфортному пребыванию людей, но и их безопасности. За соблюдением всех санитарных норм строго следят. Для социального дистанцирования – специальная разметка. Для дезинфекции – санитайзеры и маски на входе. Ну а для удобства посетителей – мягкие кресла, вода и климат-контроль в помещении. Словом, не просто доступно и прозрачно, но и весьма мобильно работает сервисный акимат Алакольского района. Сделала выводы специальная мониторинговая группа областной антикоррупционной службы. Вся эта работа у нас проводится в рамках джитсу Адалды Халанэ. Основные из направлений критерий – это создание благоприятных условий для нашего населения и понижение бытовой коррупции. Здесь именно расположены такие условия, чтобы народ пришел, своевременно мог получить все свои услуги. Для этого этот сервисный акимат открывается. В то же время я хочу сообщить, что до конца сентября у нас планируется, по-моему, в Игурском районе еще. Такие сервисные центры нужны не только в райцентрах, они нужны и в крупных населенных пунктах. Потому что это один из вопросов, решающих проблемы, социальные проблемы населения. Хотел бы сказать, что спасибо Акиму району, который нашел средства, небюджетные средства, и создал вот такие условия. Сервисный акимат в Волокольском районе уже девятый по счету открывшийся в Алматинской области. Создаются они в рамках реализации президентской концепции «Слышащее государство». Планируется, что до конца года такого рода офисы для граждан появятся во всех крупных городах и райцентрах региона. Ануар Амангельдинов, Абзал Насипов, телеканал ЖИТСУ. В Талдыкургане строится седьмая по счету мечеть. Проект воплотил в реальность общественный фонд Салихала-Урпах. Для жителей микрорайона Береке вот в эксплуатацию религиозного объекта двойное обновление. Ведь только год назад здесь в коттеджном городке отпраздновали новоселье сразу 100 семей. Строительство священного дома началось еще два года назад. По словам застройщиков, в процессе работы были некоторые затруднения. Причиной тому – карантинный режим в стране, создавший временный затор при доставке стройматериалов из других стран и регионов. Особенности рельефа почвы также послужили поводом к изменениям в планировке объекта. Но благое дело движется к логическому завершению. Новая мечеть распахнется в двери народу уже в октябре. Ветра большие, потому что у нас два минорета, они высотой 40 метров. И монолитная часть была трудна. И они как бы создавали парус, и было как бы для жизни опасно для рабочих. Поэтому пришлось два этапа делать, ждать благополучную погоду. Мрамор мы заказывали из Ирана. Он должен был прям качественный, красивый мрамор везти. И прям попали на карантин. И в связи с этим пришлось ждать. Для жителей микрорайона Береке появление мечети – особое долгожданное событие. Она станет и украшением города на въезде, и местом единения со Всевышним для верующих мусульман. Местные жители очень рады. Они вот тоже во время строительства очень много помогали. Приходили физически, помогали, работали. Кто-то продуктами как бы захотели. Ну, благое дело совершить. На благо мечети, на благо народа. Им большая благодарность, потому что мы не ожидали. Общая площадь нового архитектурного сооружения – 50 соток. Вместимость молитвенного зала – 3000 человек. Помимо этого, предусмотрены офис «Имама», мусульманский зал бракосочетания и своя котельная с газовым отоплением и генератором в случае технических неполадок. Неудобств с холодными полами посетителям это точно не доставит, уверяют инженеры. Состоит из трёх этажей, трёх уровней. Минареты – 40 метров высота. Также диаметр купола – 18 метров. И высота купола от ноля до высокой точки – 30 метров. И то, что важно этой мечети – нет столбов между рядами. То есть целый полный зал открытый. Это очень удобно для наших молящихся граждан. Для общественного фонда «Сальхала Урпак» «Священный дом в Жит-Исусском крае» – не первый проект. Фонд выступил с заказчиком строительства мечети в посёлке Акши на 350 человек и в городе-миллионнике Алматы на 1000 человек. Также у нас при фонде есть пансионат для детей-сирот, малобеспеченных семей, для детей, оказавшись в трудных ситуации. Мы там в пансионате их обучаем, одеваем. Там бесплатное пятиразовое питание есть. Наша цель этого пансионата – чтобы дети не попали в детские дома. Областная сборная по джиу-джитсу возобновила тренировки. Важно вернуть пиковую форму каждого спортсмена, поскольку не за горами чемпионат мира в Абу-Даби. Первые крупные соревнования джитсеров ожидают в октябре в России. Это первенство поможет выявить сильнейших на чемпионат мира. На данный момент тренеры ожидают высоких результатов от шести спортсменов из числа мастеров спорта международного класса. Будет проходить чемпионат мира в Абу-Даби среди взрослых и среди молодежи. Надеемся на Урдабаев Маржан, на Шумадли Эльжан, Садыр Вдамир. Еще ряд спортсменов есть, предстоит еще проверить. Помимо сильнейших в области возобновили тренировки порядка двух тысяч спортсменов. В основном это юниоры и молодежь. Им также предстоит выйти на ковер на чемпионате Казахстана. Подготовка идет полным ходом. На сегодняшний день, несмотря на напасть COVID-19, тем не менее мы тренируемся. До этого тренировались каждый у себя на дому, на квартирах. Тренировки проходили в режиме онлайн. Подготовка идет, как сказать, стабильно. На улице у каждого свой напарник. Стоит отметить, Казахстан в прошлом году стал вторым в общекомандном зачете на азиатских играх. Немалую долю в это достижение внесли спортсмены Алматинской области. И потому ставка на наших высока. Такими событиями был насыщен сегодняшний день. А я с вами прощаюсь. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин